Приключенческие истории Реальность была куда скучнее, но все уже давно привыкли к тому, что различные сказители, писатели, а позднее режиссеры и сценаристы приукрашали реальность в своих байках, историях и фильмах. Приукрашали до такой степени, что зачастую между байкой и реальностью не было, а вообще ничего общего. А кому не плевать? Мы готовы верить в отважных ковбоев, романтичных пиратов, суровых супергероев, лишь бы они продолжали нас развлекать, вырывая хотя бы на время и запостылевших будней. В золотой век Голливуда пираты служили отличной забавой для подобных случаев. Перекочевав из литературы, которая стрессовывала морских разбойников с реальных личностей или записывала за кем-то враги, пираты стали экранными героями. Капитан Блад, королевские пираты, капитан Гораций. И пусть самих флювусьеров давно уже не существует, не называть же сомалийских бандитов на лодках подобным прозвищем, их романтизированный образ продолжал существовать в популярной культуре. Правда, их едва не убили 60-е. Что пиратские фильмы, что вестерны в те годы народу приелись. Ничем новым привлечь они не могли, а в моде стали фильмы, которые рассказывали больше о современности. Из романтических разбойников пираты превратились в старомодное увлечение для детишек. Их образы стали карикатурными, они принялись бороздить детские сказки и мультфильмы. Именно по этой причине в 67-м году в Диснейленде в Калифорнии был открыт аттракцион, который изначально был задуман просто как выставка восковых фигур. Но в процессе его населили аниматроникой. Аттракцион был последней достопримечательностью, которую проектировал сам Уолт Дисней. Он умер за три месяца до его открытия. В аттракционе рассказывалась история бедствий и приключений пиратов. А назывался он «Пираты Карибского моря». Гадские пираты! Мерзкие пираты! С пиратами якшаться против моих правил. Приветствую, меня зовут Сокол, и это «Черная жемчужина» из Лего. Ну, почти из Лего. А это выпуск ретроспективы о фильме «Пираты Карибского моря. Проклятие черной жемчужины». Эк, ты стоишь здесь и сливаешься с фоном. Стой здесь. Сегодня у нас первый выпуск этой рубрики в этом году. В этом вот году. Так. Как бы мне характеризовать мое отношение к 2020 году? Ну, конечно, все майки. Так. Свой дизайн выбираем. Выбираем вещь. Так, очень люблю их толстовки из хлопка. Выберу цвет. Черный, надоел. Да, вот такой. Так, просто текст. Так, что бы. Умри 20-20. Дай. Дай. 20-20. Ага. Ай, 20-21. Так. Ну, вот. Идеально. Вуаля. На все майки.ру можно создать и напечатать любой принт. И у меня вот такая крутая толстовка получилась. Создай и ты себе одежду. И не только со своим дизайном. Тебе на выбор огромный каталог принтов на все майки.ру. А по моему промокоду в описании получишь скидку еще в 15%. Переходи по ссылке в описании и заказывай себе крутые вещи на все майки.ру. У всех сейчас на уме одно. Пираты. Фильм был обречен на успех в моих глазах буквально с открывающей сцены. Обычно картины про пиратов, которые я смотрел и которые помнил, это были такие псевдоисторические рассказы, где постоянно кто-то говорил про испанцев, кто-то бросался какими-то именами каких-то королей, а кто-то щеголял морскими терминами. Я хорошо помню советско-французскую Одиссею и Капитана Блада. Я обожал Капитана Крюка и Дастина Хоффмана в этом образе. Я вообще был подготовленным зрителем, честно говоря. Читал несколько раз «Остров сокровищ», «Красного корсара» Фенемора Купера, истории Рафаэля Саботини про того же Капитана Блада. Я смотрел фильм Ренни Харлина про пиратов, и я был готов увидеть похожий балаган и здесь. Для меня подобные фильмы были все равно, что костюмированные драмы, происходящие преимущественно на воде. И тут я вижу сразу с первых минут не костюмированную вечеринку исторических реконструкторов. Я вижу корабль среди тумана. Меня окутывает атмосфера мистики и чего-то таинственного, где пираты — это нечто зловещее. И... Чш, не говори про них, ничего не говори, а то накликаешь беду. Я буквально попадаю в эпицентр какой-то страшной байки, где среди тумана прячется корабль-призрак, а медальон на груди спасенного мальца является ключом к пугающей истории. Не знаю, как это создателям фильма удалось, но уже здесь они находят идеальный баланс между детскими сказками о пиратах и волнующей приключенческой историей. Ну а когда сюжет переносится в порт Ройл, к которому приближается человек на затрапезном суденушке, человек, при одном взгляде на которого в душе просыпается азарт и жажда приключений, то я был буквально покорен этим фильмом и до самых финальных титров испытывал неподдельный детский восторг от увиденного. Таковы были мои первые впечатления от одного из самых любимых мной фильмов. И до сих пор пираты Карибского моря проклятия черной жемчужины в моих глазах являются эталоном приключенческого кино на одном уровне с Индианой Джонсом. Друзья, вы помните капитана Джека Воробьяна? Убить его. Разрабатывать очередной пиратский фильм в таком ключе, то есть на стыке приключенческой и мистической истории, в 1992 году студии Дисней предложили соавторы сценария Аладдина Тед Эллиот и Терри Россио. Именно этой парочке принадлежала идея взять за основу уже долгое время существующий аттракцион Диснейленда. Надо сказать, что аттракцион к тому времени претерпел существенные изменения. Его аналоги были созданы и в других парках Дисней, в том числе в Токио и Париже. Эллиоту и Россио очень нравилась атмосфера аттракциона, где посетителей в начале действа приветствовал «Говорящий череп» и где подземные пещеры были наполнены ожившими скелетами пиратов. Сценаристы считали, что зрителям будет интересно увидеть непредсказуемое пиратское кино, в котором сверхъестественные события дадут дополнительную степень сюжетной свободы. Также этим двоим принадлежит идея выстроить историю вокруг сундука с проклятым ацтекским золотом, который также присутствовал в аттракционе. Но боссы Дисней лишь покрутили пальцем у виска. Тогда им показалось натуральным бредом выстраивать фильм вокруг концепции аттракциона. Но к началу нулевых политика студии изменилась. Борьба за авторское право, лицензирование и монетизация своих брендов, а также закрепление прав за студией каждого маломальски значимого авторского контента вот что стало одним из приоритетных заработков студии. Без шуток, это в свое время спасло компанию от банкротства. Никто не должен был воспользоваться сочетанием слов «пираты Карибского моря». Необходимо было превратить это в бренд, в копирайт. И вот тогда уже никому не казалось глупой идея снять по мотивам аттракциона фильм. Правда, изначально в планах был телефильм. Повторюсь, он был необходим только для закрепления бренда. Никто не хотел вкладывать кучу денег в очередной пиратский фильм, который наверняка провалится с гигантским треском. В 80-е и 90-е Голливуд уже предпринимал попытки реанимировать пиратов на большом экране, но все они тонули в морях зрительского равнодушия и разгромных рецензий критиков. Так, в 1986 году Роман Поланский снял 40-миллионный блокбастер «Пираты», чей прокат был катастрофой. А в 1995 году Ренни Харлин выпустил уже упомянутый 98-миллионный «Остров головорезов», который уничтожил карьеры всех причастных и разорил легендарную студию «Каролка» или «Каролка». Возможно, история была бы другой, если бы фильмы сами по себе не оказались длинными. Но, все равно, снимать дорогой фильм о пиратах было натуральным безумием. И в последующем, вплоть до самой премьеры фильма, наверное, всех терзали сомнения на этот счет. Итак, Диснеевцы наняли Джея Уолперта, который писал сценарий для голливудского графа Монте-Кристо, что вышел в 2002 году. Его задачей было придумать простенькую и дешевую приключенческую историю. Это должно было быть классическое боди-муви, где некий молодой человек вынужден взять себе в напарники пирата для совместного спасения некой девушки. Все должно было быть максимально примитивно. Главный герой – идеалист-красавчик, его временный союзник – безнравственный пират, ответственный за комедийную составляющую. Вынужденные напарники становятся лучшими друзьями в процессе истории, как в любом другом боди-муви, спасают девушку и хэппи-энд. Успеть до полуночи. Самолетом, поездом, автомобилем. 48 часов. Перечислять можно долго. Голливуд очень любит этот сюжет про двух временных напарников, да и зритель тоже. То есть вы понимаете, насколько тут никто не хотел рисковать. Естественно, как основа сюжета история временного союзничества эксцентричного пирата и молодого кузнеца Уилла Тернера так и осталась. Лично мне кажется, что приключенческому фильму сложный сюжет не нужен. Влюбленный в губернаторскую дочку юный подмастерья местного кузнеца, естественно не может усидеть на месте, когда его возлюбленную похищают загадочные пираты. Он пускается в безрассудное путешествие в компании залихватского бандита, именующего себя капитаном Джеком Воробьем. Все сделано по схеме, никакого риска. Несмотря на то, что кино про пиратов, как раз пирату тут отводится лишь роль второго плана. Традиционным считается герой, который может понравиться зрителю. Он должен быть неким нравственным ориентиром, эдаким занудой, который привык подчиняться принятым порядкам и устоям. Он порядочный, принципиальный, у него высоконравственные цели. Он весь такой правильный, аж тошнит. Вспомните любое боди муви, там обязательно есть похожий герой. А вот уже спутнику героя, который противопоставляется нашему зануде, позволено быть каким угодно раздолбаем. Он может шутить как хочет, он может совершать любые действия в рамках конечно возрастного рейтинга кинокартины. Он может вести себя как ему захочется, быть настолько циничным или комичным, насколько позволял фильм. Капитан Джек именно такой. Это своевольный проказник, знающий что-то об этом мире такое, чего наверное никогда не узнает весь такой правильный Уилл Тернер. Как бы я не противился клише, шаблонным историям и схемам, но должен признать, что тут это работает идеально. Тем более, что фильм к финалу разрушает привычную схему. Тернер и Воробей так и не становятся полноценными друзьями, поскольку не могут друг другу доверять. Чем потрясающий этот фильм, так это тем, что каждый герой по итогу оказывается не так прост. Все хитрят, обманывают и даже добропорядочный Уилл в итоге пытается привести в жизнь собственный план, подставляя отчасти Джека. Правда в финале он готов отдать за него жизнь. Ну не за него конкретно, а за ради справедливости. Ну в общем не все так плоско, как планировалось изначально. Короче, что я хочу сказать. Давайте честно признаемся, что капитан Джек Воробей не годится в героя. С его-то списком недостатков это выдающийся персонаж, но персонаж второго плана. Возможно именно с тем, что Джека пытались вывести на первый план и связаны главные проблемы продолжения пиратской трилогии. Кто знает. Бери все. И не отдавай ничего. Итак, Уолпер накидал сценарный план. На этом закончил. Следующим сценаристом, что поработал над историей, стал Стюарт Битти. Именно он придумал назвать действующих героев в честь птиц. Джек Спэроу, соответственно, в Воробей. Элизабет Суон, то есть лебедь. Фамилия Тернер, с французского переводится как Скворец. На тот момент еще не был вписан такой колоритный персонаж, как Барбоса. И никакой мистики в сценарии не было и в помине. Предполагалось, что Воробья сыграет Мэтью МакКонахи. Тот как раз закончил работу над властью огня. И многие отзывались о нем крайне положительно. Вот именно в таком виде проект попал на рассмотрение взлетающему к звездам на тот момент продюсеру Джерри Брукхаймеру. Диснеевцы попросили оценить кассовый потенциал проекта и возможно ли, чтобы из этого получилось что-то большее, чем телефильм ради копирайта. Почему Брукхаймер? Да потому что за его плечами уже были весьма успешные мужские картины в жанре боди-муви и не только. Среди которых Плохие парни, Полицейский из Беверли-Хиллз, Скала, Лучший стрелок, Армагеддон. Диснеевцы думали, что если и делать из Пиратов Карибского моря блокбастер, то только под руководством такого продюсера. Увы, Брукхаймер ответил отказом, заявив, что пиратские фильмы в чистом виде это гарантия провала. Однако студийные боссы услышав это смекнули в первый набросок сценария Эллиота и Россио, сдули с него пыль, позвали эту парочку доработать их концепцию, включить в итоговый вариант Капитана Джека, Тернера и Мисс Слон. Те с радостью согласились и населили сценарий Уолпера и Битти скелетами и проклятиями. И все это вновь презентовали Брукхаймеру. Продюсер смекнул, что сверхъестественные события позволяли сделать картину более эффектной, чем прежние реалистичные пиратские постановки и выделить ее на фоне прочих попыток реанимировать жанр. И вот тут уже игра стояла свеч. Ведь теперь реальный аттракцион имел все шансы стать настоящим аттракционом на экране. И тут уже можно было преуспеть. Только продюсер поставил одно условие. Он соглашается работать с проектом, если Джека Воробья сыграет не Мэтью МакКонахи, а какой-нибудь неочевидный актер. И вот так МакКонахи пролетел с этой ролью. Не он один, кстати. Поговаривали, что еще одним кандидатом на роль мог быть Хью Джекман. Мол, именно поэтому даже персонаж получил имя Джек. Но это все слухи. Так, так. Джек Воробей, не так ли? Капитан Джек Воробей, мой друг. А где же ваш корабль? На самом деле Джонни Депп это находка для фильма. И именно он сделал из весьма пресного пирата в сценарии того героя, которого мы знаем и любим. Это без сомнения культовый персонаж. Один из самых запоминающихся киногероев современности. Когда он впервые появляется под заглавную музыку, стоя на мачте утлого ялика, каждый зритель понимает, что это настоящий дух приключений, воплощенный в образе этого человека. Его реверансы в сторону повешенных, то, как он припарковывает свой парустик на дне причала, его повадки, все это очаровывало буквально с первых мгновений. Я всегда говорил, что эта сцена это образец того, как нужно представлять персонажа. Без единого слова, но благодаря тому, как он себя ведет и что нам показывают, мы понимаем, кто это и каков его характер. Дальше больше. Джонни в этом образе крадет каждую свою сцену. Можно сказать, что его игра оригинальна от первой до последней минуты. Он раскован и абсолютно независим. Ни в одном другом фильме не было подобного пирата, даже похожего человека не было. Он до невероятия нелеп и забавен для окружающих, но в этом своем поведении он абсолютно искренен и даже трогателен. Неважно, насколько плохи дела, в нем всегда присутствует некий безумный оптимизм. Его цель это корабль, который олицетворяет для него свободу. Он хитрец, плут и мошенник, но он славный малый. У него есть свой некий кодекс поведения, однако, что в этот кодекс входит, а чего там нет, нам неведомо. И оттого поступки Джека совершенно непредсказуемы. Сейчас уже невозможно представить, чтобы капитана Джека Воробья сыграл бы какой-нибудь другой актер. Этот пират такой и стал таким благодаря именно Джонни Деппу. Изначально персонаж планировался как второстепенный, как вы поняли, но Депп сделал его настолько выпуклым, что пиратская франшиза Дисней в последующем стала ассоциироваться только с ним. Воробей и задумывался как колоритный пират, но Депп повысил его эксцентричность и своеобразность настолько, что боссы Дисней пришли в шок от увиденного на репетициях. Вот что говорил сам актер о такой реакции студийных начальников на его Джека. Цитата. Они очень нервничали и боялись, что никто не поймет ни слова из того, что говорит Джек Воробей. Я получал от них звонки с вопросами. Он что пьян? Ты пьян? Что не так с его руками? Но это меня ничуть не обескуражило, это меня подпитывало. Я знаю, что они беспокоились, но я делаю свою работу. Когда они просили меня утихомириться, я поступал наоборот. Конец цитаты. Доходило до того, что кто-то, сейчас уже не уточняют кто, язвительно называл Воробья пиратским геем. По сегодняшним меркам, такие заявления были бы концом карьеры для того, кто изрек подобное. Актер же предположил, что в пиратскую эпоху в Карибском море известные пираты вели себя так же, как современные рок-звезды. По его мнению, их объединяет непомерная тяга к приключениям и свободе. Он положил в основу своей интерпретации персонажа Кита Ричардса из группы Роллинг Стоунс. Ричардс часто надевал бандану или повязку на голову для выступлений. Любит вплетать в свои волосы разные украшения, в том числе и старинные монеты, которые собирает во время туров с группой. Позже Ричардс сыграет отца Джека. Джонни Депп разрабатывал и внешний вид пирата, объясняя каждую деталь своего образа съемочной команде. Например, глаза, подведенные специальной подводкой. Кайлоу. Это способ защиты от солнца. Депп рассказывал, что эту идею Джек перенял у пустынных кочевников Египта. Поверь я, что черный цвет притягивает на себя все солнечные лучи, существуют в тех краях до сих пор. Короче, Джонни очень плотно переработал образ под себя. Если взглянуть на первоначальные эскизы, то можно заметить, сколь велика разница между первыми рисунками Джека Воробья и финальным образом. Создание образа происходило перед зеркалом. Депп вместе с дизайнером по костюмам Пенни Роуз сначала придумывали форму будущей одежды, потом уже работали над деталями. И поверьте, каждой детали Депп придумал историю. К примеру, из волос Джека торчит какая-то белая палка. Это игла для починки парусов, сделанная из берцовой кости оленя. Между прочим, самая настоящая. И по версии Джонни, этого оленя Джек убил лично. Он не хотел, так как это был его любимый олень, но ему пришлось. Вербинский был доволен работой Деппа от и до. Как говорил сам актер, Гор сразу же принял это и понял, что я собираюсь сделать с персонажем Джека. Он оценил юмор. А актера в его экспериментах тогда поддержал и Джерри Брукхаймер, встав на его защиту перед боссами студии и не прогадал. Ты либо безумец, либо гений. Это две крайности одной и той же сущности. Джонни Депп уже давно хотел поработать с Дисней, с каким-нибудь детским мультфильмом. В 1999 году у Джонни и его тогдашней жены Ванессы Паради родилась дочь Лили Роуз. И он решил, что подарит дочери все-таки мультфильм, где выступит в качестве актера-озавучки. С этим намерением он и обратился в компанию Дисней. На тот момент Джонни достаточно популярный актер. Он яркая звезда полуартхаусных лент, различных триллеров и весьма успешных драм. Любимец Тима Бертона, регулярно получает различные престижные номинации. Если такой актер просил что-то, то ему старались не отказывать. Это сейчас перед актером закрылись все двери из-за скандала с его другой женой Эмбер Хюрт. Но не об этом речь. Короче, диснеевцы ответили ему тогда, что подходящего мультфильма у них нет. Но они подумают, что можно ему предложить. И когда Брукхаймер усомнился в кандидатуре МакКонахи, Деппу тут же отправилось предложение сыграть пирата. Джонни, как поклоннику старых пиратских фильмов, идея помахать шпагой в подростковом блокбастере пришлась очень по вкусу. Он согласился, даже не читая сценарий. Его кандидатуру одобрил Брукхаймер и проект кое-как запустился. Поговаривают, что кастинг, тем не менее, на роль воробья был масштабный. То только не рассматривался на эту роль. По слухам, Джека мог сыграть и Джим Керри, и Эдвард Нортон, и даже Брэд Питт. Но Брукхаймеру Джонни показался наиболее подходящим для этой роли вариантом. Тем более, после картин Бертона ему было не привыкать играть всяких экранных фриков. К этому моменту отыскался и режиссер, на мой взгляд, ставший одной из причин успеха пиратской трилогии. Брукхаймер давно присматривался к гору Вербински. Ему импонировали некоторые визуальные находки постановщика. Вербински тоже не стал долго думать. Ему очень нравился проект. Его тут же увлекла возможность снять мистическое пиратское кино и использовать в нем всю мощь новейших спецэффектов. И поэтому он также быстро согласился. Оставалось собрать остальной каст, и можно было приступать к съемкам. На роль Гектора Барбосы, главного злодея, который появился благодаря Элиоту и Россио, Брукхаймер пригласил австралийца Джеффри Раша, лауреата Оскара за Байапик 1996 года Блеск. Продюсер с режиссером посчитали, что эту роль должен сыграть не только харизматичный, но и талантливый исполнитель, который сделает Барбосу неоднозначным и интересным злодеем. Раш, в свою очередь, притащил с собой исполнителя роли Уилла Тернера. Они вместе с Орландо Блумом и Хитом Леджером играли в замечательном фильме под названием «Банда Келли». Он предложил прочесть сценарий пирата в Блуму, который на тот момент уже прославился благодаря «Властелину колец». Так что Брокхаммер счел большой удачей то, что Блум заинтересовался проектом. Кроме того, его пробы понравились студийным боссам. Орландо, конечно, с радостью вписался в проект, однако впоследствии он был не в восторге от того, что у всех его коллег по пиратам более яркие образы, чем у него. Но он утешал себя тем, что играет фактического главного героя. Единственной, кому пришлось пройти достаточно честный кастинг для одной из главных ролей без протекции и предпочтений продюсера, стала 17-летняя Кира Найтли. А ведь на эту роль претендовали более трехсот актрис. Сейчас ты узнаешь, что такое боль! Любишь боль? Поносил бы корсет! Элизабет Суон здесь не просто девушка в беде. Она тут полноценная героиня, способная и миловаться, и манипулировать проклятыми пиратами, и врезать по заднице, и принимать ответственные решения. Вербинский искал именно такую девушку, по его выражению современную героиню. Одновременно привлекательную, характерную и атлетичную. Если составлять список сильных женских героинь, то мне кажется, Элизабет Суон в исполнении Киры точно в него войдет наравне с какой-нибудь Эллен Рипли. На втором плане здесь также не менее прекрасные и харизматичные актеры. Джек Девенпорт сыграл британского морского офицера и официального жениха героини Джеймса Норрингтона. Кевин Макнелли исполнил роль чудесного Джошами Гибса, первого помощника капитана Джека. Это самый известный его персонаж, несмотря на то, что за его спиной более 130 ролей. Джонатан Прайс, памятный всем по роли его воробейшества в Игре Престолов, один из мощнейших британских актеров, сыграл отца Элизабет, губернатора Уизерби Суона. Зои Салдана, наверное, самая успешная в последующем актриса второго плана пиратов. Она играла Нейтири в Аватаре, лейтенанта Ухуру в Стартреке и Гамору в Стражах Галактики. В пиратах же она сыграла пиратку Анна Марию. Салдана, кстати, наотрез отказалась сниматься в продолжениях пиратов, так как ей не понравилось, как с ней обращались на съемках оригинального фильма. Анна Мария. Очевидно, ты этого не заслужил. Нет, это мне задело. Другой информации о каких-либо конфликтах на съемочной площадке я не нашел. Напротив, остальные во всех интервью говорят, что, мол, все отлично сработались и съемки прошли в атмосфере позитива. Все активно участвовали в проработке своих персонажей и придумывании своих реплик и шуток. Особенно в этом преуспел Раш, который большую часть своих реплик переделал, а некоторые так и вовсе свел к одному выразительному жесту или взгляду. Персонаж Джеффри Раша, на мой взгляд, это вторая яркая находка съемочной команды. Если Джек Воробей умел оттянуть на себя внимание с главного героя Уилла Тернера, если Джек затмевал собой порой все, то, вот кого затмить ему не удавалось, так это Гектора Барбосу. До сих пор у меня мурашки, когда он произносит «Вам придется поверить в легенды о призраках. Вы среди них». Потрясающий герой, который становится еще одним достоинством фильма. Между прочим, Раш переработал образ весьма существенно. Джеффри рассказывал, что когда он прочитал сценарий в первый раз, Барбоса ему показался примитивным злодеем без изюма. И он принялся, так же как Джонни Депп, допиливать напильником этот образ. В итоге, Гектор Барбоса приобрел столько изюма, что стал не менее ярким персонажем, чем капитан Джек Воробей. Забавно, я в сценарии пишу капитан с большой буквы, так уж вплелось это звание в имя Джека. Но речь о Барбосе. Он харизматичен, неоднозначен, хитер. Он, по сути, ничем не отличается от Джека. Ну серьезно. Легко поверить, что капитан Воробей вел бы себя точно так же, окажись он на месте Барбосы. В этом и прелесть этого фильма. Тут нет стопроцентных злодеев. Пираты все пройдохи, мошенники, убийцы и разбойники. И при этом славные малые. Ну а смерть Барбосы очень впечатляющая. И даже как-то плевать на то, откуда в его руке взялось яблоко. Ну серьезно, откуда? Яблочко. В целом мне очень нравится дубляж ленты. Мне нравится, как Александр Баргман озвучил Воробья. Мне нравится, как Виктор Костецкий озвучил Барбос. Тем не менее, мне охота поругать тех, кто ответственен за перевод. Поскольку именно в речи Барбосы вкралась неточность, которая сбивает с толку внимательных зрителей. Вы никогда не замечали некую сюжетную дыру в этом фильме? Любой из смертных, кто возьмет хоть одну золотую бляшку, обречен на вечные муки. Обречен на вечные муки? А как же тогда Элизабет, Уилл? Почему Джек стал мертвецом, а эти двое нет? Я когда составлял топ худших моментов, то есть придирок к пиратам, то отметил эту странную особенность ацтетского проклятия. Оно работает так, как удобно сценаристам. Однако, подробность того, почему Уилл и Элизабет не становятся скелетами, почему скелетами не становились те, кому пираты платили этим золотом, в фильме есть, но на английском. Барбоса говорит совсем не то, что говорит российский перевод. Барбоса говорит о том, что любой, кто возьмет из каменного сундука золото будет проклят, пока не вернет золото и не заплатит кровью. Из каменного сундука. Дубляж эту подробность съел, породив сюжетную дыру. Одна небольшая ошибка меняет весь смысл и заставляет бдительных зрителей мучиться вопросом, а не состыковочки с раной. Заклятие лучше снять, когда наступит момент. Фильм, казалось, хорош во всем. Он масштабный, красочный, он буквально наполнен авантюризмом. И несмотря на то, что в ленте имеются эффекты, которые уже сегодня устарели, скелеты по нынешним меркам мультяшные, фильм от этого не портится ни на грамм. Явная компьютерная графика была использована в основном при создании пиратов-скелетов. Остальное старались снимать как можно более правдоподобно. Графон был лишь косметический, чтобы убрать приметы современности из кадра. Чувствуется, что все происходящее в кадре в основном натуральное. 140-миллионный бюджет потратили на декорации, костюмы и корабли. Фильм старался поразить зрителя морскими сражениями, эффектами каскадерскими трюками и визуальными изысками. Корабельное сражение смотрится здесь совершенно потрясающе. В моменту с падающей мачтой мои отдельные аплодисменты. Гор Вербинский со своим талантом создавать эпичную картинку и показывать отвратительные вещи красивыми, пришелся тут как нельзя кстати. Вот вроде в кадре мерзкий пират с красными белками глаз, с гнилыми зубами, в тряпье и в грязи, но это выглядит максимально харизматично. Вот этой вот детализацией и демонстрацией каких-то не очень стерильных вещей, типа гнилых зубов, человеческих костей в подростковом фильме, придавая ему налет эдакой жестокости и кровавости, налет этакого хоррора, мистического флера, мы и обязаны Гору Вербинский. Он идеальный постановщик для пиратов Карибского моря. Недаром последующие продолжения трилогии страдали без его руки, а такой же подход режиссера к одинокому рейнджеру не оправдал себя. Но тут все это сошлось. Режиссер нашел свои фильмы. Пираты, помимо актерских работ, буквально обезоруживали зрителей своей атмосферой, которая как туман из вступления обволакивала и утягивала их вглубь сюжета. Просто корабль, черная жемчужина, это свобода. Съемки пиратов начались в октябре 2002 года и завершились в марте 2003-го. Часть натурных съемок была произведена в Калифорнии. На побережье выстроили декорации крепости Порт-Ройла. Часть в павильонах, где были выстроены некоторые декорации города Порт-Ройл, Тартуги и гигантская пещера, набитая золотом. Вообще-то, как говорили консультанты, у настоящих пиратов подобных пещер не было. Они были плохи по части накопления, спуская все награбленное в первом попавшемся порту на шлюх и выпивку. И да, у фильма были исторические консультанты, хотя фильм мало что имел общего с реальностью. Консультанты, которые, как позже шутили, нужны были лишь для того, чтобы спросить у них как было в реальности, а потом сделать все наоборот. Что примечательно, три недели понадобилось декораторам, чтобы заполнить пещеру фальшивыми сокровищами, среди которых целый миллион фейковых испанских дублонов, а также бутафорские чаши и украшения, которые сохранились еще со времен съемок Индианы Джонса. Эта гигантская пещера, которая на момент съемок была рекордной постройкой для павильонов Дисней, на самом деле строилась аж два раза. Первую версию уничтожил пожар, но, слава богу, обошлось без жертв, а декорацию восстановили. Карибы же было решено снимать все же на Карибах, поскольку у каждого тропического края уникальный облик и имитация будет видна зрителям, которым довелось попутешествовать. Никаких Гавайев, Карибы так Карибы! Добро пожаловать на Карибы! Пристально изучив около 20 Карибских островов, группа выбрала острова на территории государства Сент-Винсент и Гренадины. Там нашли достаточно места на побережьях разных островов, чтобы соорудить декорации старинных пирсов, городов Порт-Ройл и Тартуги. Съемки морских сцен проходили у берегов Сент-Винсента и у побережья Калифорнии. В основном в них участвовали три корабля. По сценарию это пиратский галеон черная жемчужина, мощный британский военный корабль разящий и быстроходный клипер-перехватчик. Догадайтесь теперь, сколько из этих кораблей были реальными. Ну, они все в какой-то степени были настоящими, однако только одно судно действительно было судном, а не имитацией. Только перехватчик был реальным парусником. Его роль играл корабль с названием Леди Вашингтон. Вообще это корабль-музей, но это не помешало ему добраться до Карибских островов и спорта в штате Вашингтон своим ходом. Управление Бригом Леди Вашингтон дело непростое, поэтому весь экипаж корабля снимался в пиратах в качестве статистов. Женской части экипажа приходилось маскироваться под мужчин, так как во времена, когда происходило действие фильма существовал предрассудок, что баба, мол, на борту к беде. Черная жемчужина и разящие были корабельными декорациями, сооруженными на современных баржах. Их передвигали с помощью буксидов, которые затем были вырезаны из кадра с помощью компьютерной графики. Для съемок же кораблей во всей красе были созданы уменьшенные макеты, что позволило снимать общие планы, корабль во время шторма, ну и конечно эффектный взрыв макета-перехватчика. Гриму и костюмам пиратов было уделено очень много внимания. Вербинский намеренно отказался от пиратов с глазными повязками и с крюками вместо рук, поскольку этот штамп пиратского кино давно стал комичным и детским. Костюмеры вдохновлялись реальными нарядами, которые могли носить пираты, а гримеры отвечали за то, чтобы пираты выглядели так, будто никогда не чистили зубы и не мылись. Режиссер хотел, чтобы от персонажей фильма веяло бунтом против общественных норм. Депп поставил себе на зубы 4 коронки из драгоценных металлов, чтобы подчеркнуть прежний высокий статус своего персонажа в пиратской иерархии. Сделал он это по собственной воле. Как рассказывает сам актер, цитата, «Сначала зубов было больше. Я боялся, что продюсеры не разрешат Джеку ходить с такими зубами, поэтому я попросил дантиста наклеить золотые коронки чуть ли не на все зубы. И вот так пришел на площадку. Продюсеры схватились за сердце и попросили меня снять хотя бы половину. В результате осталось ровно столько, сколько я и хотел сначала». Конец цитаты. Все ведущие актеры, кроме Орландо Блума, носили парики, типичные для европейской моды пиратской эпохи. А оружие, с которым они ходили, было частично бутафорским, а частично подлинным, купленным на аукционах. Так, шпаг Джека Воробья был реальным оружием 18 века. В картине было много сцен фехтования, некоторые из них получились особенно эффектными. Сцена фехтования между Уиллом и Джеком, а также между Барбосой и опять же Джеком. В создании этих сцен принимал участие легендарный Боб Андерсон, британский фехтовальщик, который в 52 году представлял свою страну на Олимпиаде в Хельсинки, и который после этого стал тренером по сценическому фехтованию и постановщиком фехтовальных сцен. Он работал над Звездными воинами, над Горцем, над Властелином колец и многими другими лентами. И кстати, очень многие сцены были исполнены актерами без дублеров. Особенно хочется отметить возрастного Джеффри Раша, который честно отработал большинство сабельных боев самостоятельно. Самыми трудоемкими, конечно, являлись съемки со спецэффектами. Те, где анимированные скелеты бились с командой разящего. И тот момент, когда Барбоса сражался с Джеком. Скелетов на экране создавала студия, основанная еще Джорджем Лукасом под названием ILM. Industrial Light & Magic. Для этих целей специалисты ILM отсканировали каждого из актеров, которому предстояло превратиться в скелет, создав на их основе компьютерные модели. Для Вербински было важно, чтобы пираты после превращения в скелеты были узнаваемы и различимы. Чтобы изобразить бой со скелетами, актерам приходилось рубить воздух и делать это одинаково в каждом дугле, чтобы затем монтажеры и компьютерщики могли собрать сцену из отдельно снятых и нарисованных компонентов. А потом им всем приходилось воспроизводить свои движения в точности для технологии Motion Capture. Да, мне кажется, что скелеты по нынешним меркам, когда мультфильмы Pixar выглядят едва ли не как реальное кино, все же смотрятся несколько мультяшно и фальшиво. Однако не отметить работу мастеров по визуальным эффектам было бы неправильно. Фильм в свое время совершенно заслуженно получил номинацию на Оскар за лучшие эффекты. И пусть сегодня кадры со скелетами несколько устарели, нельзя не отметить, что в свое время они умудрялись впечатлять и даже пугать. Тем более, что постпродакшн проходил в дикой спешке. Съемки закончились всего за 4 месяца до премьеры. Ребята из ILM едва управлялись с навалившимися на них задачами. Гор Вербинский вообще дневал и ночевал в монтажной и достаточно придирчиво разбирал получившихся компьютерных пиратов. Возможно, именно из-за этого скелеты-пираты вышли не так идеально, как хотелось бы, потому что все торопились. Еще одним результатом спешки стало внимание музыка. Как, спросите вы, ведь музыка – это непременный атрибут успеха данной ленты. Веселая, помпезная, увлекательная, удалая. Композиции из пиратов стали одними из самых узнаваемых музыкальных тем мировой культуры. Многие тут же вспоминают Ханса Циммера, однако автором саундтрека к «Пиратам Карийского моря» является Клаус Бадельт. Он работал под эгидой Циммера, на его студии. По сути, Циммер руководил процессом, а Клаус писал музыку. Между прочим, этот композитор является соавтором многих известных саундтреков, среди прочего, он частично поработал над музыкой «Гладиатору» и «Принцу Египта». Его работой было как бы добивать музыкальные темы. Если Циммер создавал основные треки, основную мелодию, то Падельт дополнял наборы треков на основе работ Циммера. Сейчас он открыл свою студию и все еще занимается музыкой для кино. Так вот, как было точно, мне неизвестно. Я могу тут ошибаться в деталях, а могу и вовсе заблуждаться. Но собрав информацию из разных источников, очень многих источников, я делаю вывод, что за кадром с музыкой происходила примерно следующая история. Для фильма Гор Вербинский и Джерри Брукхаймер выбрали композитора. Им оказался замечательный Аллан Сильвестри. Замечательный, но, видимо, не для пиратского фильма. У Аллана было достаточно времени, чтобы наваять наброски музыкальной темы. Но когда на монтаже стали объединять его наработки и отснятые материалы, то режиссер с продюсером заметили, что сцены попросту не работают так, как нужно. И Сильвестри так и не стал официальным композитором «Пиратов Карибского моря». Фильм был фактически без музыки. Гор Вербинский уже ранее работал с Хансом Циммером на ремейке звонка. И на самом деле первоначально планировали обратиться именно к нему. Но он был занят. В итоге Вербинский собрал отснятые материалы пиратов и положил на них в качестве референса композиции Циммера из других фильмов. Это было то, что нужно. Гор немедленно предложил Брукхаймеру обратиться к Циммеру еще раз. Время поджимало. Студия ILM спешно делала эффекты, а до премьерной даты оставалось всего ничего. Фильм рисковал развалиться. И, увы, Циммер был все еще занят работой над последним самураем. Казалось бы, катастрофа. Но композитор вошел в положение кинематографистов и обещал что-то придумать. Увидев сырой монтаж Вербинский со своей музыкой, где, среди прочего, звучала тема битвы из Гладиатора на моменте первого появления Джека, Циммер, недолго думая в очень сжатые сроки, буквально за ночь сочиняет на основе своей композиции из Гладиатора главную музыкальную тему пиратов Карибского моря. Именно поэтому саундтреки Гладиатора и пиратов так похожи. Не замечали? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А дальше Циммер подключает Клауса Баддельте. И тот, опять же, в кратчайшие сроки, за 19 дней, составляет Клауса Баддельте. Он создает остальную музыку для фильма. Именно поэтому Баддельт значится автором музыки к проклятию Черной жемчужины. Он сделал 90% всей работы. Что ж, я, в общем-то, рад, что так вышло. Дело идет к своей кульминации. Так или иначе, работа подходила к концу. Диснеевцы, отсмотрев полученные материалы, осознали, что у них на руках хит. Они были так уверены в своем детище, что не постеснялись влепить под заголовок проклятие Черной жемчужины, намекая на то, что фильм далеко не последний. Вербински подобное не понравилось, поскольку Черная жемчужина не была проклята. Проклят был сундук. Но кого волнуют такие мелочи? Тем более сценаристы одобрили. И Вербински попросил дизайнеров на постерах сделать под заголовок как можно меньше и нечитаемым шрифтом. Журналисты же, критики, уже вовсю строили свои прогнозы. Они упражнялись в остротах и предрекали провал картины. Единственное, о чем все спорили, так это о том, насколько громким будет этот провал. Пираты Карибского Боря «Проклятие Черной жемчужины» вышли в прокат 9 июля 2003 года. И не только не были провальными, они превзошли все ожидания. Лента произвела хоть и небольшой, но все-таки фурор. Такого успешного пиратского фильма история еще не знала. При бюджете в 140 миллионов лента собрала 654 миллиона. Она заняла в 2003 четвертое место по сборам в мире и стала третьей по сборам в США. Лучшие результаты показали лишь «Властелин колец. Возвращение короля», «В поисках Немо» и «Матрица. Перезагрузка». Я помню, когда я смотрел фильм, увы, не в кинотеатре, я был в натуральном восторге. И до сих пор я испытываю неподдельные эмоции, когда смотрю эту ленту. Это один из лучших приключенческих фильмов в истории. Один из лучших фэнтези-фильмов. И, наверное, лучший пиратский фильм всех времен. Мне кажется, его не сумели переплюнуть даже его сиквелы, хотя они также были весьма достойными лентами. Это я сейчас говорю про трилогию. Но первый фильм это что-то удивительное и даже, не побоюсь этого слова, гениальное. Хотя, казалось бы, эта лента основанная на аттракционе с примитивным сюжетом в стиле Бадди Муи, но дьявол, как говорится, кроется в деталях. Тут одни из лучших персонажей в популярной культуре. Прекрасные диалоги, замечательные сюжетные хитросплетения, где все друг друга подставляют, чудесная музыка, которая заставляет каждую клетку тела трепетать и пофигу, что она там на что-то похожа. И невероятно чарующая атмосфера, полная мистики, опасностей и приключений. «Пираты Каримского моря. Черная жемчужина» один из самых моих любимых фильмов до сих пор. Капитан Воробей. Капитан Воробей. Жемчужина ваша. На этом все. Буду рад вашим лайкам, вашим подпискам. Ну а с вами был Сокол. И... Ничей голос не отзовется радостью. И никто в храмы не кинется с воплем. Проклянут сей день проклинающие, способные разбудить сегодня. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова